Сегодня новая команда администрации Чебоксара отчиталась перед президентом Чувашии, депутатами и представителями общественности за свою работу. Сити-менеджером столицы Алексей Ладыков стал только в конце мая, но докладывать о социально-экономическом развитии города ему пришлось за последние 8 месяцев, то есть держать ответ за работу своего предшественника. Чтобы зачитать отчет о социально-экономическом развитии Чебоксара, Алексею Ладыкову понадобилось около часа. Обозначив успехи, глава столичной администрации остановился на целом ряде проблем. К примеру, в этом году на капитальный ремонт домов выделено 50 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы обновить 41 дом. Городу на ремонт и снос ветхого и аварийного жилья, а таких строений в Чебоксарах более 700, необходимо порядка 3 миллиардов рублей. Нам нужно думать о создании республиканского фонда капитального ремонта. Здесь предлагается всем жителям города оплачивать определенный взнос квадратного метра и распределять эти средства. Не забыли и об обманутых дольщиках. Сегодня уже ведется строительство сразу нескольких объектов, которые долгое время были заморожены. В результате перед 301 дольщиком исполнены обязательства, в том числе перед 60 в 2011 году, работа с 409 пострадавшими по 8 объектам продолжается. По словам Алексея Ладогова, столичная власть не забывает и о другой проблеме – нехватке детских садов. Сегодня в Чебоксарах уже строятся три дошкольных учреждения. Возведение еще двух намечено на следующий год. Генеральный директор строительной компании «ТУС» предложил еще один вариант решения этого вопроса. Решили делать эксперимент. Уже работаем. То есть жилой дом со встроенным детским садиком. Первые, там, вторые этажи, детский садик, двор. То есть это создает... Мы многое в этом получаем. И комфорт, и безопасность. 70% всех налогов республиканского бюджета собираются именно в столице Чуваши, напомнил Алексей Ладогов. В Чебоксарах бизнес наиболее активен. Средняя зарплата в городе на 3-4 тысячи рублей выше, чем по республике, сегодня составляет 16 тысяч. Бюджетникам подняли зарплату на 13%, учителям и воспитателям почти на 15%. В деньгах это 675 миллионов рублей в 2011 и почти 2 миллиарда в следующем году. Я считаю, что на этом фоне мы вправе задавать вопрос бизнесу и говорить, что да, бюджету сегодня нелегко эти решения принимали, соответственно, наверное, какие-то адекватные и так далее решения должны приниматься и бизнесом для того, чтобы в целом средняя заработная плата и, соответственно, поступление налогов росло. А здесь уже речь зашла о том, что работники администрации Чебоксар должны уметь экономить бюджетные деньги. Михаил Игнатьев привел пример работы республиканского правительства. Только из-за эффективного управления государственным долгом, работая на рынке привлечения краткосрочных, среднесрочных кредитных ресурсов, когда не хватало, мы сэкономили 27,5 миллиона рублей бюджета республики. Тем самым я могу смело сказать, что я оправдал свою зарплату только на этом факте, но и в целом члены правительства СССР тоже оправдали. Народных избранников и представителей общественности, задававших вопросы, в основном интересовало продолжение социальных программ, ремонт дворов, строительство детских площадок. Но все упирается в деньги. Михаил Игнатьев пообещал, что республика поддержит эти проекты. Илья Максимов, Борис Ползов, Вести, Чебоксары.